В свои 17 она обладатель черного пояса под хэквондой карате, мастер спорта и победитель множества российских и международных соревнований. Воспитанница видновского клуба «Золотой дракон» Диана Проценко уже вошла в сборную России и не мыслит своей жизни без единоборств. Недавно она вернулась с первенства мира по всестилевому карате, где завоевала золотую медаль. Там была напряженная битва, потому что мне не хотели отдавать победу, но я вырвала ее. На дополнительном времени. Это был удар ногой в голову прямой. Йока-гейль называется. Также девушка рассказала о своем недавнем участии в международном турнире под хэквондо «Рашин Опен», где она заняла третье место в поединках уже со взрослыми спортсменами. Успехами Дианы гордится ее отец и тренер, мастер спорта международного класса, чемпион России, Европы и Азии по карате и основатель «Золотого дракона» Виктор Проценко. Это был очень большой турнир, больше полторы тысячи участников, больше 15 стран. В общем, очень престижный и очень рейтинговый турнир такой называется. И как бы уже заявили себя мы в этой категории взрослой, дальше будем работать, чтобы уже записаться и остаться во взрослой сборной России. Кстати, здесь же в «Золотом драконе» преподает карате и мама девушки, а также тренируются три сестры нашей героини – Алина, Дарина и Ариана. Я дал пример, теперь Диана, грубо говоря, она сейчас является примером для всей нашей команды, для всех наших ребят. Спорт, он дает цель, которой надо стримиться, которая как бы стимулирует, дисциплинирует и держит его. Я как бы пытаюсь им эту цель как бы показать, обрисовать, а дальше все зависит уже от них. Я только помогаю. Сама же Диана сейчас занимается в колледже Московского государственного университета спорта и туризма. И в дальнейшем, как и родители, мечтает учить детей единоборством. Я хочу себя видеть как успешный спортсмен. На самом деле хочу побывать на Олимпийских играх, как это заоблачно не звучало. Каждый спортсмен хочет там побывать, это естественно. И я еще хочу быть хорошим тренером, ребят так тренировать. После короткого отдыха в новогодние праздники Диана уже начала готовиться к участию в отборах федерации, чтобы вновь побороться за призовые места в первенствах и чемпионатах России и мира. И пополнить копилку наград Ленинского городского округа новыми трофеями. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.